Ужас в военном городке Я тогда был еще ребенком. Мне было 10 лет. На дворе был 1996 год. Мы с родителями жили в военном городке Дурнево. Ранее поселок имени Жукова в Курской области. Рекомендую посмотреть на гугл-карте, чтобы вы оценили, в какой глуши это было. Сейчас, глядя на карту, я удивляюсь. Поселок вырос в городок. На месте леса красуются дачи. Знали бы эти дачники, что там было в 1996 году. Тогда поселок состоял из нескольких пятиэтажек. Штук 10 на весь городок. Детского сада, госпиталя военного и дома офицеров. Недалеко пролегала железная дорога и поселок почти со всех сторон был окружен дремучим лесом, в котором, собственно, и находилась военная база. Артиллерия, танки и, как мне потом рассказывал отец, ракеты. Попала наша семья туда где-то в 1993 году. До этого мы жили в Германии. Отец служил в ЗГВ, но с развалом Союза все части начали выводить из Германии. Уехали и мы. Отца командировали в эту глухомань. Потом началась война в Чечне, и отца хотели послать туда на добровольной основе, но он сумел отказаться. К слову, он был капитан-артиллерист. А теперь, собственно, сама история, которая заставила понервничать нас всех и заодно послужила поводом к переезду и переводу отца в другую часть. Это была весна 1996 года. Поселок жил своей обычной жизнью, пока в один прекрасный день не нашли труп солдата, находившегося в патруле. Его товарища, с которым он патрулировал границу военной базы, не нашли. И начались волнения тогда. Прогремела на весь поселок. Солдат, как говорили, был весь изрезан и истыкан. Все подумали, что завелся у нас маньяк. Матери перестали отпускать детей и гулять одних. Милиция искала преступника, но никто ничего не нашел. Второго солдата тоже след простыл. Отец, как офицер, постоянно получал люлей от командования и сутками пропадал в части. Летом того же года пропали двое подростков. Парень и девушка, видимо, ушли в лес в поисках романтики и тоже исчезли. В гарнизоне объявили боевую готовность. Поселок охраняли вооруженные солдаты. Ближе к осени девяносто шестого года вновь исчезновение солдата. Базу подняли на уши. А теперь, собственно, то, что ушло под грифы секретности. Все, кто это видел, участвовал в этом, подписывали документы о неразглашении. Мне об этом рассказали родители, когда мне уже исполнилось 18 лет. Как говорит мама, в один из дней сентября отец вернулся под вечер с базы домой, совершенно пьяный и измученный. После этого он подал рапорт с просьбой о переводе. И через месяц мы переехали в другой гарнизон подальше от Курска. Дальше со слов отца. Приказ пришел. Разобраться уже, что за херня творится. Поймать этого маньяка или кто там, который солдаты гражданских похищает и убивает. Подняли базу в ружье уже в который раз и послали прочесывать наши леса. Все с оружием, со связью. И меня тоже. Хоть я и минометами командовал. Долго шли по лесу. Сами докладывали. Слушали доклады других. Вдруг стрельба интенсивная где-то впереди. Побежали с солдатами. Видим взвод. Девять солдат и лейтенант. Кто лежит, кто сидит. Лейтенант орет. Отставить, отставить огонь. Все бледные как мел. Мычат что-то. Тычут пальцами куда-то вперед. В общем нашли мы его. Нашего маньяка. Тварь 167 сантиметров роста. Измеряли его потом. Лысый голая кожа. Голова круглая. Глаза черные маленькие. Носа нет. Просто две дырки как ноздри. Рот приоткрыт. Течет кровь изо рта. Тяжело с хрипами дышит. Ноги худые. Одна почти оторвана. Перебита пулей. Руки длинные и худые. Рядом в засохшей крови лежит крюк железный. Кто-то из солдат не выдержал. И дал по нему очередь. Убил тварь. Тварь сунули в мешок. Отдали потом прибывшим особистам. Всем, кто не видел эту тварь, но видел мешок, сообщили, что в мешке труп сбежавшего преступника. Уж не знаю, что там было дальше, ибо мы потом уехали. Я попросился перевестись. История реальная. Можете сами попробовать найти свидетельство того, что произошло. Все данные о местоположении достоверные. Гнилое болото. Я работал на нефтяном месторождении на севере. Место было глухое, с названием, которое на местном наречии означает нечто плохое, злое. Никто из местных жителей его не называл прямо. Говорили гнилое болото или черное топь. Почему, толком никто не знал. Слухи ходили про какие-то несчастья и напасти, но ничего конкретного. Итак, ситуация. Зима минус 40 градусов. Все в снегу. Глубокая ночь, яркая луна. Мне нужно добраться от основной базы до одной скважин. А это 18 километров. Узкая петляющая дорога по холмам между высокими елями и соснами. Лес весь в снегу. Стоит черной стеной совершенно вплотную к дороге. Она не разъехаться нельзя. Такая она узкая. Небо звездное. От луны тени резкие. И даже как-то светло. Я ехал на Ниве. Еду быстро. Получаю удовольствие от езды. Ни о чем не думаю. Снег из-под колес. Фары горят. Еду один. Вдруг довольно далеко впереди вижу кого-то. Фигура какая-то почти на середине дороги стоит. Но из-за снега не разберу пока. Думаю, наверное, чья-нибудь машина застряла. И человек решил дойти пешком, чтобы не замерзнуть. Я не то чтобы не испугался. Но даже и не подумал ничего плохого. Просто чуть сбавляю скорость. Готовлюсь притормозить. И вот тут-то у меня все как будто заледенело внутри. Фигура эта темная. Раз и в бок уходит. К обочине, к деревьям. По размеру как человек. Но она не шла. А будто скользнула просто. И видно это движение так явно. Я потом тысячу раз вспоминал. Забегая вперед, скажу, даже днем это место осматривал. Так вот. Скользнула фигура к деревьям и в них пропала. Я уже почти подъехал. Все видел так явно. Что ни тогда, ни сейчас. Не могу представить, что это был обман зрения. Страх обуял меня. Затормозив, сразу обе двери заблокировал вручную. Нева простая была без наворотов. И стою. Не могу дальше ехать. Вижу прямо перед собой в 15 метрах это место. И чувствую, что это все еще там. Волосы дыбом встают. Потрясающие ощущения, я вам скажу. Дальше я все на автомате сделал. Почему-то был уверен, что мне нужно проехать. Но также была уверенность, что просто так у меня это не выйдет. Поэтому я, как в трансе, врубил заднюю передачу и дал газу. Отъехал метров сорок, остановился. Напряжение спало. Но чувствую кожей, что я не один тут. И тогда я как дам по газам и вперед к этому месту. Приближаюсь. И тут стало по-настоящему неуютно. Обычно я страх стараюсь игнорировать. Но это было что-то другое. Инстинкт какой-то. И вот я уже почти у того места. 10 метров, 5. Поворачиваю голову вправо. А там между деревьями просвет небольшой. И оно стоит там. Просто что-то черное врос человека. Я уже больше не оборачиваясь, педаль в пол и буквально улетел оттуда. Помню только, как в повороты входил как гонщик Заправский. Никогда не думал, что так могу ездить. Приехал на скважину. Зашел в вагончик, где дежурные операторы сидят. Ночью на скважине два человека только было. Они на меня как на привидения смотрят. И спрашивают, что я видел. Я ничего не отвечаю. Еще пока в шоке сижу. А один из них вдруг как начнет тараторить про то, что у них этой ночью по периметру площадки как будто кто-то ходит. Только никак дозваться не могут. Посмотрят. Вроде стоит кто. Попробуют подойти. Нет никого. В общем, я им намекнул, что тоже что-то видел. Мы тогда, помню, дверь забаррикадировали. А когда надо было выйти к скважине, показания приборов снимать, то все втроем ходили с ломами. Но больше ничего не было, к счастью. Вообще мы тогда, как дети, себя немного вели, испугались и вроде как в игру все хотели превратить. Только днем дошло, что все действительно было страшновато. Позже я ездил в то же место днем. Выходил из машины. Видел тот просвет между деревьями. Но ничего особенного не нашел. Нелюди в белых халатах. Случилось это в 70-е годы в Тюмени. Этот жуткий случай был засекречен и похоронен в архивах. Волна преступлений, прокатившаяся тогда по Тюмени, вызвала массовый шок, который сначала загнал в квартиры население почти целой области, а затем вывел людей на улицы и чуть не привел к антикоммунистическому перевороту. За месяц в густонаселенном районе города исчезли 19 детей. Розыски милиции ни к чему не привели. В городе началась паника. Родители ни на шаг не отпускали детей от себя. Многие дети не ходили в школы и детские сады. Сидела дома и Ирочка Семенюк двух лет отродул. Так получилось, что однажды отец девочки на своем москвиче задавил у подъезда болонку, принадлежавшую семье молодых врачей, живущих над ними. Он предлагал соседям деньги, но те отказались. Через месяц внезапно исчезла Ирочка. Это был страшный удар для Семенюков, сделавших, казалось, все для защиты своей дочери. Милиции приняли заявление об исчезновении ребенка, не скрывая, однако, что найти ее надежды мало. Тем временем по ночам, а иногда и днем, Семенюкам стали слышаться странные звуки, будто скулила собака. Зоя, так звали соседку сверху, извинилась и сказала, что они завели щенка. Подрезали ему хвост, вот он и скулит. Петр Семенюк, как обычно, приехал перекусить домой. И первое, что ему бросилось в глаза, была вода, стекавшая на дорожку из-под двери ванной. Заливало сверху. Слышно было, как изводится соседский щенок. Когда пришедшие сантехники взломали дверь и открыли ванную комнату, на них бросилась посаженная на цепь «Нет, не собака, это была Ирочка». Отец сначала кинулся к ней, но не совладал с собой, выбежал вон из квартиры. Потом опять появился с перекошенным лицом и стал неистово целовать девочку. Вернее, то, что от нее осталось. Ножки по коленке, а ручки по локте были отрезаны по всем правилам ампутации. Культи еще не совсем зажили, а от бинта тянулись по полу, ленточки крови и гноя. Девочка пыталась уйти на своей цепочке, поскальзывалась и, падая, ударяясь в ванну, издавала те самые звуки, которые семенюки приняли за жалобный лай собаки. Язык у Иры тоже был вырезан. Взрослые мужчины не могли сдержать слез, глядя на полудевочку-полусобаку. Особая группа задерживала врачей-садистов. Милиционеры едва сдерживали себя, чтобы не устроить самосуд. Один лейтенант, не выдержав, нанес несколько ударов преступнику в пах. И если бы его не остановили, забил бы насмерть. Коллеги стали его удерживать. Воспользовавшись возникшей суматохой, арестованные мгновенно вытащили скальпели, которые они носили с собой. Видимо, как раз на случай ареста. И нанесли себе точные, профессионально рассчитанные удары. Оба палача рухнули на пол без признаков жизни. Врач скорой помощи констатировал смерть. Кроме Иры Семенюк, точнее того, что от нее осталось, нашелся только Илюша Монин, четырех лет. Его обнаружили недалеко от тюмени. По грязным одеялам по полу ползало существо, в котором не сразу можно было признать человека. Голова с пустыми фиолетовыми глазницами, обрубок туловища и всего одна рука. С помощью которой Илюша передвигался от валявшегося в углу хламья к алюминиевой миске с кислым молоком, облепленной множеством тараканов. Субтитры создавал DimaTorzok